так помыла этот картридж кстати рука сюда левая лазит можно его помыть тепленькой водой потом обязательно сполоснуть дистиллированной водой все так стряхнуть и ставим назад что еще хотел сказать есть два варианта таких фильтров дальше буду ставить уже то я ставил с веревки фильтр дальше будем ставить эксперимент такой вот полипропиленовый но есть толстые такие видите есть тоненькие потоньше но я думаю ставить лучше потоньше чтобы лучше проходила охлаждающая жидкость антифриз но потом третий раз можно такой поставить будет так тот нас стекает мы он отстоится да его дальше зальем но уже без мусора можно будет процедить его так дальше ставим вот этот тоненький стоит 15 сегодня его покупал в разных магазинах по разному вот 15 и выше может быть там 25-35 кого смотря какой магазин сколько кого совести хватает и цены молодец не разбилась нет не разбилась так надо будет вырезать это из кадра чтобы не писали что руки жопы знаешь о чем ставим вот так и закручиваем смотрим чтобы он попал вот здесь дырочку в отверстие когда-то мне комментарии написал один пользователь дырочка может быть только в жопе а все остальное это отверстие на те запомнил этот комментарий я с ним солидарен классный этот фильтр тем что видно куда затягивать дальше видите замочек все дальше его тянуть нельзя ну конечно можно понятно нажать этот замочек и чуть 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 дальше протянуть но не стоит ну и дальше так как его включал систему вот у меня идет выход на печку вот это обратка с печки получается смотрите по своей системе где у вас выход на печку но обычно есть термостат вот он термостат начале амулет и под низом идет выход сразу на печку иначе сейчас одеваем девочка смотрим вот сюда после этой процедуры возможно поменяю весь антифриз девается легко она все делать аккуратно не спешить все получится если долго мучиться то что-нибудь получится на самом деле эта идея была с вот этим очищением системы от ржавчины от мусора давным-давно сильно затягивать не нужно но я как-то боялся но люди молодцы интернете не побоялись про экспериментировали такой это уже ролик не один на пространствах youtube что хочу сказать ребята молодцы я тоже люблю экспериментировать нравится такой занятие узнаешь для себя много люблю практику они теории тем более когда хорошая практика вот такая вот печку чистит радиатор очищает то есть плюсов вот такой доработки очень много ну постоянно ездить на ней не стоит но думаю раз в год можно поставить откатать два фильтра и потом снять и все главное с собой возить запасные хомутики потому что это хомутики украинского качества может даже китайского не знаю не доверяю любую минуту сломаться нет тебя отсюда может потечь жидкость нужно естественно контролировать чтобы если загорелось то остановиться посмотреть бак у меня стоит от старой вас 2110 у него есть большие плюсы от обычного родного лаговского фольксвагена также шкоды ставят и многие круглые вот эти бачки у них там минус что когда у тебя жидкость уходит порой антифриз они проводят между собой есть электрическое поле электрическое поле а просто или по стенкам но поп пар и проводит ток те показывают что есть антифриз а на самом деле бачка антифриза нет здесь обычный поплавочный тип то есть в туалете вода ушла поплавок включился вода набралась тут а если тормозная жидкость антифриз ушел тебе поплавок опустился вниз провода разомкнулись и ярко он там стоит и тебе показывать что нет он антифриза ты стал посмотрел единственный минус может кто подскажет как сделать постоянно пропускается этой крышки не уже поменял двери три крышки даже три крышки урал разных брал у тебя дорогую какую-то там белорусскую короче черно но здесь пропускает то то здесь пропускает здесь затянуто нам все у меня даже было что отрывалась от это верхнее кольцо за то что сильно затягиваем ну короче тоже есть минус что он протекает полностью герметично не держит всегда уровень надо держать вот так потому что больше нельзя вот такие дела сейчас назад его кстати в амулете очень удобно не очень удобно есть смысл его вот сюда хотя не хочу еще аккумуляторы клеммы почистить потому что сегодня такой казус случился остановился заводить машину все потухло ну обалдеть чем может быть прикол пытаюсь открыл посмотрел все нормально было собой парня пускозарядное подключили завелась машина легко дальше проехал опять остановился заложил аккумулятор не держит оказалось просто подтянул она типа не знаю чем буду сейчас снимать защищать наждачкой надо раз в год тоже делать такое в общем спасибо следующем видео будет продолжение посмотрим еще проеду километров 200 300 можно 400 салью посмотрим так до следующего части